Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Евгений Гордеев из славного города Героя Смоленска. Друзья мои, сегодня в пятницу 28 мая 2021 года стало известно о том, что... Ой, тяжело говорить о своих коллегах, может быть, хотя мои коллеги, пусть даже и менты, но народная милиция, а сейчас полиция, я не приемлю этого слова. Но тем не менее, в Смоленской области задержали двух сотрудников ОМБД, отдела МВД, Вяземский, наверное, так он называется, за незаконную торговлю табаком, табачищем. По данным следствия, подозреваемые вывезли из гаражных боксов отдела полиции, задержанные были безакцизных марок. Более 53 тысяч пачек сигарет, которые являлись вещественными доказательствами, изъятыми по уголовному делу. И успели уже продать около 20 тысяч пачек почти что на миллион рублей. Мы знаем, друзья, я не знаю, знаете ли вы, но я знаю и говорю теперь вам, что каждая пятая сигарета, попадающая незаконным образом в Россию из-за рубежа, проходит через Смоленскую область. И не поэтому ли, мне память кажется не изменяет, были спешно отправлены на пенсион и начальник ОМВД России по Смоленской области, и один из его заместителей, и руководитель госавтоинспекции, как она сейчас называется, ГИБДД, наверное, по Смоленской области, в связи с этим вот скандалом сигаретным. И вот продолжение этой истории мы наблюдаем сегодня. Уголовные дела о превышении полномочий, незаконном сбыте табачной продукции возбудили в отношении заместителя начальника полиции и замначальника отдела уголовного розыска ОМВД Вяземский, так он называется, отдел ОМВД России Вяземский. Они задержаны оба. И об этом сообщили сегодня в пятницу. Пресс-служба сообщила, пресс-служба следственного управления СКРФ по Смоленской области. Что еще тут сказать? В пресс-службе отметили, что возбуждены уголовные дела по пункту, по пункту, трудно мне читать, А, части 3, статьи 286 УК РФ, превышение должностных полномочий, и по пункту А, Б, части 6, статьи 171.1 УК РФ, производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, ну, без акцизных марок, левая продукция, прошедшая таможню, так сказать, без соответствующих документов и распространяемая с помощью, так сказать, смоленских полицейских. По данным следствия, сотрудники полиции знали, что в гаражных боксах отдела полиции хранится табачная такая вот продукция, изъятая по уголовному делу в качестве вещественных доказательств. И с марта по апрель этого года они тайком, значит, в качестве пособника привлекли жители, одного из жителей города Вязьми, и тайком из гаражей вывезли 50, более 53 пачек, 53 пачек, 53 тысяч пачек сигарет, стоимостью не менее 2,2 миллиона рублей, и около 20 тысяч пачек сигарет уже успели продать на сумму около 900 тысяч рублей. Денежными средствами, полученными, ну, как всегда, это пишется в обвинительных заключениях, распорядились по своему усмотрению. Уголовные дела возбуждены по материалам управления МВД по Смоленской области и регионального УФСБ. Ну, договариваются между собой эти два ведомства о том, что если что, так сказать, то и мы вам помогали, значит, службы собственной безопасности. Но на самом деле, на самом деле, ведь это воспитано в этой системе руководители высокого уровня. Вы посмотрите, вот эти вот двое, которые задержаны и арестованы. Это же высокого уровня руководители, которые решали человеческие судьбы. И я могу себе только представить, значит, как они это решали и как они это нарешали. И сколько, может быть, поломали человеческих судеб, требуя, может быть, то, что им не давали люди. А за это они, может быть, шли на судилище и лишались, может быть, самого дорогого свободы. В случае подтверждения вины этих сотрудников по результатам расследования, они будут привлечены к ответственности, предусмотрены. Ну, дальше не хочется уже говорить, это молотилка эта. Я хочу только сказать вот что. Может быть, по этому, именно по этому, или по такому, как вот Вязьме, может быть, не связанному с сигаретами, а связанному с лесом, связанному с наркотиками, связанными с незаконным распределением земель. По таким именно причинам демидовским сотрудникам полиции некогда было и не досуг, и незачем раскрывать преступление в отношении несовершеннолетнего Влада Бахова, который 6 апреля 2019 года пропал с молодежного пикника в присутствии 12 молодых людей, 12 свидетелей, без вести пропал, и до сих пор следы его, так сказать, не обнаружены. Или, по крайней мере, нам ничего об этом не говорят. Извините, пожалуйста, когда я волнуюсь, вот кашель, кашель забивает. Кашель – это аллергия на несправедливость, аллергия на незаконность, аллергия на то, что творится на нашей планете, и, в частности, в нашей родине, нет, на территории нашей родины и моей родной, любимой Смоленщины. Друзья мои, я не исключаю, что точно так же, так сказать, и следовало, может быть, поступить и с теми, кто похоронил не только Влада Бахова, но и расследование по факту, совершенного над ним зла на территории Смоленщины. С вами был Евгений Гордеев из славного города-героя Смоленска. Но надежда умирает последней. Я все еще надеюсь на то, что справедливость когда-нибудь да восторжествует. Пока.